Да, наша новая чемпионка России. Чемпионок России, да, она будет в этом году чемпионок России. Блестяще каталась. И, кстати сказать, она блестяще каталась здесь в квалификации. Она заняла первое место в своей группе, выиграв здесь у Ирины Слуцкой. Да, не больше, не меньше у Ирины Слуцкой. Да, между прочим. Но посмотрим, вот сейчас короткая программа, где борьба нервов. Желаем ей удачи. Ох, шикарный. Тройной луч, тройной ты луч. Да, это заявка. Тройной луч, тройной луч. Тройной луч. Да, ну теперь надо только аккуратно, как говорится, докатать программу. Очень красивая хореография. Молодец хореограф Алла Капранова. Хорошо она работает с этой фигуристкой именно. Нашли они друг друга в этом тендене. Много публика поддерживает, смотрите. Не знаю, слышно ли вам, но зал трансфандирует. Здорово катает, а? Как много позиции рук интересных найдено. Обычное, вроде казалось, повращение. Заклон. Прекрасно. Молодец. Да, это проход. Ну что, браво, браво Елена Соколова. Можно сказать, зал пристал. Это российские болельщики. Российские болельщики. Все встали, да. Но и зал так пристает. Это говорит о многом. До этого комбинацию, такую же сложную комбинацию, как у Елены Соколовой. Из двух тройных прыжков мы видели только у француженки в предыдущей разминке. Да, но у Елены гораздо сложнее комбинация, потому что первым элементом идет лутц. Это самый сложный тройной прыжок. Да, француженка делала тройной турок, тройной турок. Да, это... Елена Соколова в этом году снова вернулась к своему тренеру Виктору Кудрявцеву, с которым она, в общем-то, начинала свой путь в большом спорте. И после этого несколько лет она каталась у Алексея Мишина. И вот этим летом снова вернулась к Виктору Кудрявцеву. Не знаю, можно ли как-нибудь связывать эти две вещи, возвращение к Кудрявцеву и вот этот подъем? И, наверное, в такой степени... Мне кажется, безусловно, конечно, как-то она... Не знаю, это как... Ну, давайте назовем это свежей кровью. Когда, наверное, спортсмен меняет тренера, у него появляется какое-то чувство что-то доказать, во-первых. Спортивная злость. Все немножко выглядит по-другому. Да, в 1998 году Елена Соколова в составе российской сборной участвовала в Олимпийских играх Нагана, а потом в 2002-м смотрела Олимпийские игры по телевизору. Вот, наверное, очень обидно. Уже побывая в составе сборной, потом смотреть, как прекрасно эта сборная может обходиться без тебя. Так, безусловно. Наверное, хочется доказать просто всему миру, что я могу. Ну, вот именно этот год, вы знаете, именно этот год. Лена как-то совершенно по-другому выглядит. По-моему, там что-то поменялось в голове. Мне кажется. Мне кажется, она сама что-то для себя поняла и что-то для себя решила. И совершенно ее нельзя узнать. Худая, настроенная на победу, и настроенная на... То есть это видно. Вы знаете, на самом деле, еще и этим летом она всерьез подумала о том, чтобы закончить свою спортивную карьеру. Но все-таки здорово, что она передумала. Да, вы знаете, судя по всему, да. С волнением ждем оценок. Ну, я думаю, все будет хорошо. И вот первые оценки от 5.6 до 5.9 за технику. Да, оценки очень высокие. 5.8 за артистичность. И, в общем-то, неудивительно, Елена Соколова лидирует.